К счастью, в новостной повестке ежедневно есть не только коронавирусные темы, но и просто новости из обычной, не пандемийной жизни. О том, что в тундре по-прежнему есть медведи, в интернете мошенники, а на Ямале талантливые дети, расскажем в новостях короткой строкой. Дмитрий Артюхов встретился в Крыму с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Вместе они обсудили образовательную среду Ямала и перспективы ее развития. Этот год в Ямало-Ненецком округе посвящен талантам, и главная задача стоит в создании всех необходимых условий для раскрытия потенциала юных северян. С прошлого года назначены выплаты в 100 тысяч для выпускников-стобальников по ЕГЭ, а также для их преподавателей. Поощрительные премии в размере от 30 до 300 тысяч рублей получат призеры школьных олимпиад. Губернатор поделился не только успехами, но и поставленными на будущее целями. За следующие пять лет на Ямале планируют построить 25 новых образовательных учреждений. Кибермошенники придумали новый способ выманивания денег у доверчивых пользователей. На этот раз афера связана с мессенджерами, такими как WhatsApp, Viber или Telegram. Злоумышленники говорят, что они представители иностранных компаний, которые проводят розыгрыши денежных призов. И, конечно, именно ваш номер выиграл. Но вот чтобы получить солидную сумму, обычно это несколько тысяч долларов, ее нужно перевести в рубли. И комиссию должен оплатить, конечно, счастливчик-победитель. Под этим соусом выманивают не только комиссию, но и все банковские данные доверчивых россиян. А дальше и все деньги со счетов. Так что будьте внимательны, если получаете неожиданное письмо счастья. Пассажиры рейса «Новый Уренгой-Уфа» не смогли вовремя вылететь из газовой столицы из-за отсутствия самолета. Как сообщили в пресс-службе «Новоуренгойского аэропорта», компания «Ир-Аэро», осуществляющая авиаперевозку по этому маршруту, ранее отменила рейс на прилет в «Новый Уренгой». Поэтому и из «Нового Уренгоя» обратно в Уфу улететь оказалось не на чем. Своих пассажиров «Ир-Аэро» пересадила на рейс компании «ЮТЕЙРС», который и так осуществляет совместную полетную кампанию. Свободных мест на борту оказалось достаточно, но вот время задержки составило 4 часа. Белый медведь пришел в гости к кочевникам одного из стойбищ в Ямальском районе. Косолапый хозяин тундры несколько часов бродил прямо возле чума и никак не хотел уходить. Для того, чтобы выгнать назойливого гостя, испугавшимся кочевникам пришлось вызывать спасателей из Салихарда. Они прилетели к стойбищу на вертолете и только грозный вид Ми-8 заставил назойливого медведя ретироваться.